Буквально месяц назад CD Projekt Red объявили о прекращении поддержки Киберпанка 2077. С одной стороны, новость не такая грустная, как могла бы быть, ведь нынче частенько прекращают поддержку тех игр, на которые всем плевать и которые в целом вышли неудачные. Как например BF2042, которую обещали поддерживать очень долго, но которая стала никому не нужна уже спустя год. Ну и вот, Киберпанк же поддерживали и дорабатывали, и сейчас это буквально тот самый Киберпанк 2077, который мы все и ждали в 2020. Это достойная игра, которая понравится большинству. Она доделана, она дополнена, и все в ней хорошо. Но, с другой стороны, нам обещали несколько разных сюжетных DLC, и я думал, что подожду выхода всех и сделаю ролик про самые крупные сюжетные дыры всего Киберпанка. Но у нас вышло только одно дополнение. Большое, конечно, но всего одно. И больше не будет. Так что отдадим дань хорошей игре. И вспомним все самые крупные сюжетные дыры, что были в Киберпанке. Сюжет очень обширный, и поэтому не без вопросов. А что делать, если вы хотите сами погрузиться в мир Найт-Сити, а комп не тянет? Есть решение. МТС Фок Плей. Платформа облачного гейминга, которая всего от 13 рублей в час дает доступ к массе лучших игр, в том числе к топовым новинкам. Платформа поддерживает любое устройство. Будь то телефон, компьютер, телевизор на Android TV, да и хоть просто с браузера. Важно лишь иметь нормальный интернет. Но это в современном мире не такая проблема. Проблема — это сборка дорогущего компа. МТС Фок Плей как раз-таки решает эту проблему. Доступ к играм есть, новинки есть, а сервера оснащены современными видеокартами, что позволяет каждому запустить любимую игру, тот же Киберпанк. Все просто. Заходите на платформу, выбираете игру, сервер, оплачиваете, и всего за пару кликов вы уже в игре. А еще платформа очень ориентирована на пользователя. МТС Фок Плей позволяет бесплатно переключаться между серверами, пока качество игры не устроит. Как? Все просто. Платформа полностью вернет вам деньги за сессии короче 5 минут. А значит, менять сервер можно без потерь. В общем, играйте в Киберпанк и другие игры на МТС Фок Плей. И не забывайте про мой промокод МАСТЕРПЛЕЙ, который даст вам скидку в 15% на первые 3 дня использования для всех новых пользователей. Ссылка в описании. Первая сюжетная дыра. Основная концовка Фантом Либерти. Буквально для дальнейшего повествования мне необходимо первым делом рассказать вам про концовку дополнения, ведь эта концовка имеет немало деталей и вопросов как сама по себе, так и в целом она вносит немалые нестыковки относительно концовок оригинальной компании. Но об этом чуть позже. Сначала разберем саму концовку. Я рассматриваю только ту, где Ви удалось вылечиться. Смотрите, какая ситуация. Дополнение происходит во время основной сюжетной кампании. Но не параллельно. Это буквально другая сюжетная ветка, которая становится как бы основной, ведь Ви удается найти альтернативный способ излечиться, что является его главной мотивацией. Вот эта деваха, Сойка, рассказывает про устройство, нейроматрицу, которое способно полностью вылечить Ви, то есть удалить Джонни без смертельных последствий. Предлагаю пропустить весь сыр-бор и остановиться как раз-таки на моменте операции. Операция проходит успешно. Ви здоров. Он больше не умирает и может дальше жить долгую жизнь. Но, конечно, куда же без но. Нейроматрица хоть и удалила чип из башки Ви, организму все равно уже был нанесен неслабый ущерб. Нейронные связи Ви буквально пришлось собирать заново, из-за чего появился серьезный побочный эффект. Ви больше не сможет пользоваться имплантами. Вообще. Теперь он обычный человек. Проблема заключается в том, что киберимпланты уже давно являются гигантской частью жителей киберпанка. И я не понимаю, как Ви может стать обычным человеком, если до операции его можно было буквально в киборга превратить. Огромные кибер-клешни вместо рук, измененные пальцы, укрепленный позвоночник, все различные модули для ног и все в этом духе. Да о чем вообще речь, если буквально в начале игры Ви приходит к риперу, который устанавливает ему новые глаза. Я все это говорю с целью донести мысль, что у Ви от человеческого мало что осталось, и поэтому побочка в виде отказа от всех имплантов должна означать для Ви полную инвалидность практически всего тела. Руки, зрение, ноги, голова. Вы прикиньте, если бы каким-нибудь мальстремовцам такую побочку добавить? Что вообще от них останется? Они там буквально с имплантами на всю рожу ходят. А Ви не так далеко от них ушел. И даже если предположить, что самого Ви все его тело буквально собрали по новым кусочкам, во что я не очень верю, но допустим, есть тогда другой вопрос к этой концовке. Она показывает, что из-за отказа от имплантов Ви теперь не легенда. Он простой, скучный, нищий человек, но зато здоровый. А почему он нищий? Почему он не легенда? Я напоминаю, во время основного сюжета Ви умудряется нажить себе до хрена баблища, до хрена квартир, машин, оружия и в целом разных полезностей. Почему сюжет не объясняет, что случилось со всем этим? Куда делось все то, что нажил Ви непосильным трудом? Игра будто показывает, что импланты для Ви – это все, и без них он никто. Что, как по мне, в корне не так. Вторая сюжетная дыра. Безопасность уровня хрень. Мир Киберпанка 2077, а конкретно город Найт-Сити, наполнен множеством невероятных технологий, а также большим количеством преступности. Технологии здесь настолько крутые, что буквально по одному взгляду можно получить почти полное досье на человека, включая проверку его розыска. Также у каждого человека есть свой персональный шнур для подключения к чему-либо. По этому проводочку также можно получить всю нужную информацию, включая как невероятные внутренние подробности, так и минимальные, типа имени и фамилии. Ну и учитывая все это, в игре какого-то фига есть множество миссий, заточенных на проникновение куда-либо. Можно, например, вспомнить миссию с воровством биочипа. Мы входим в отель по фальшивым документам. Какие, блин, фальшивые документы, если мы, блин, в киберпанке? Одна камера на входе в суперкрутой и охраняемый отель уже должна была считать по нашим мордам, кто мы и что мы, не говоря уже о подключении через проводочек. В таком мире буквально должна пропасть такая функция, как поддел документов. Более того, сам отель позволяет пронести на его территорию охрененно опасного боевого робота. Разрешают нам его пронести чисто из-за поддельных документов, где сказано, что мы продавцы оружия. Но с этим же успехом нам запрещено проносить с собой оружие. Еще раз. Отель следит за безопасностью и не разрешает оружие. Но при этом разрешает боевого робота, который в 10 раз круче любого пистолета. Но отель не только забивает на эту часть безопасности. Отель также не проверяет нас на наличие лицевых имплантов, меняющих морду. Да, в дополнении нам показали вот такой вот имплант. Он позволяет идеально менять и лицо, и голос. Во-первых, я не понимаю, нахрена такая технология нужна, если, опять же, в киберпанке процесс идентификации личности должен быть упрощен раз в 10. А во-вторых, почему, если такая технология есть, ее никогда не имеют в виду? А все просто. Потому что ее придумали на стадии создания дополнения, и поэтому в основной компании никто и не задумывается о проверках лицевых имплантов и о дополнительной проверке личности. Кратко говоря, в Найт-Сити безопасность действительно на хреновом уровне. Третья сюжетная дыра. Киберпсихоз. Это еще один грех, посвященный безопасности Найт-Сити, но уже в более серьезном виде. Смотрите, как я сказал в начале, мир киберпанка наполнен всевозможными имплантами, и некоторые люди могут настолько увлечься имплантами, что чуть ли не полностью себя переформатируют, а это уже серьезно сказывается на психическом состоянии. Иначе говоря, киберпсихоз – это болезнь, вызывающая бешеное поведение и желание убивать, если вы перенасытите свой организм технологиями. Дальше больше. Как говорит лор игры, киберпсихоз всегда представлял собой большую проблему для города. Хотя бесплатная государственная терапия киберпсихоза существует, самое трудное – это чтобы пришел пациент. Все даже еще хуже. Когда киберпсихопаты начинают убивать, на их охоту выдвигаются специальные отряды полиции. То есть, услышали? Киберпсихоз – это серьезная проблема, вокруг которой целый киберспецназ сделали. И государство в курсе этой проблемы. Но максимум, что государство предпринимает по части профилактики проблемы – это бесплатная терапия. Я в шоке от того, что государство не устанавливает какой-то лимит на количество киберимплантов. В городе полно риперов. И нужно каждому ограничить услуги для тех людей, кому уже хватит. Понятное дело, киберпсихопаты пойдут к подпольным риперам. Но все равно, в таком случае будет не только меньше киберпсихопатов, но и выслеживать их будет проще. Ведь стоит им просто появиться на улице, и они уже нарушили закон, потому что любая камера срисует количество имплантов. Подытожим. Киберпсихоз – это большая проблема мира киберпанка, но которая никак не решается государством. На киберпсихопатов начинают обращать внимание только тогда, когда они начинают творить бесчинство, а не тогда, когда они создали все условия, чтобы стать киберпсихопатами. Четвертая нихрена себе вещь – чип рукопашного боя. Это небольшая вещь, которую я хотел бы упомянуть, но которая в потенциале имеет невероятное влияние на мир игры. В одной из миссий нам требуется, чтобы нужный нам человек идеально владел рукопашным боем. И что делает Джуди? Верно. Создает чип, который способен на уровне рефлексов управлять движениями человека так идеально, что получается самый крутой боец рукопашного боя. Во-первых, Джуди теперь должна стать самым знаменитым человеком в мире, ведь создала просто невероятную технологию, которая полностью исключает любые уроки боевых искусств. Кто бы против тебя не вышел, ты автоматически круче. Я удивлен, почему Ви в таком случае не попросил Джуди создать чип, который, ну, например, автоаим добавляет, чтобы Ви стал идеальным первоклассным стрелком, человеком армии. Если Джуди создала одну, не менее охренительную технологию за пару дней, то могла бы создать и другую, либо же иная ситуация. Джуди ничего не создавала, а просто доработала уже имеющуюся технологию. Но в таком случае ляп становится еще крупнее, ведь наличие в мире игры технологий, делающих из тебя фантастически неубиваемого чувака, должны полностью исключить всю уникальность главного героя и любых крутых преступников. Захочет Ви напасть на Арасаку, например. Хренушки, выйдет десяток врагов с такими чипами, или один смешер, который по логике должен иметь такие чипы, и, во-первых, либо отхреначит Ви так, что тот и удара сделать не сможет, либо, во-вторых, просто будет аимить в голову за секунду без шанса на выстрел. То есть тут мы никак не сможем выкрутиться никакими игровыми условностями. Потому что сама технология чипа, которая делает из тебя всемогущего, это что-то из ряда вон. Это буквально настоящие, сюжетно обоснованные читы. Исходя из этого, пол игры должно крутиться вокруг этого. Ну, увы, показали такие технологии только в одной побочке. И да, удивляюсь этому не я один, а и остальные персонажи тоже. Я вообще в***. Пятая нихрена себе вещь. Технология Брейнданс. Продолжаем тему охреневших технологий, которые в потенциале должны иметь колоссальное влияние на мир. Но в игре применяются крайне слабенько. Брейнданс. Это типа новый вариант Вирта, что ли. Вы смотрите не просто кино, а переживаете глазами оператора не только все то, что он видит, а и все его эмоции вместе с чувствами. Проблема только в том, что после записи Брейнданса мы можем просматривать и монтировать записи как нам угодно. Точнее, эта проблема не для нас, это проблема для мира. Ведь удивляет то, что это не просто запись. Это настоящий виртуальный документ всего окружения. Брейнданс записывает буквально все. Даже события после смерти записывающего. В игре мы не раз будем иметь дело с этой технологией. И просматривая записи, мы умудряемся добывать просто фантастические детали и улики, которые при записи человек никогда не обнаружил бы. Повторюсь, это не просто видосик. Это целая 3D-энциклопедия всего окружения оператора. При просмотре записи можно отделять звуки, тем самым улавливать те звуки, которые ты изначально не особо воспринимал. Или вот можно увидеть вещи, которые на мгновение попали тебе в глаза или даже были за твоей спиной, а ты при этом сможешь их полностью проанализировать. Сами взгляните. В общем, брейнданс – это крайне читерская детективная штука. И для нее требуется всего лишь включенный видеоимплант. Еще раз, эта штука записывает то, что в теории даже записать не смогла бы, что в теории не могла бы даже уловить, но нет. Она пишет все и в мельчайших деталях. Такая технология должна быть установлена практически у всех охранников крутых корпораций. Взять, например, Аросаку, полицию или Милитех, которые не установили своим крутым охранникам эту технологию и поэтому не уловили мальстремовцев и впоследствии вели себя как слепые кроты. Почему брейнданс в мире киберпанка так недооценен? Эта технология слишком крутая и поэтому должна быть повсеместна. А еще это сильнее бы укрепило безопасность города и розыск преступников. Шестая сюжетная непонятка. Вудуисты и их планы. Вудуисты имеют немаленькое влияние на сюжет, ведь их действия и планы крутятся вокруг того, что нужно попасть за черный заслон. Черный заслон – это, простым языком, граница, отделяющая свободную и доступную сеть от безграничной и закрытой, а за закрытой сетью есть невероятные возможности и знания, но которые никак не получить. Единственный способ – это попросить помощи у невероятно сильного искина, то есть искусственного интеллекта, живущего в сети, и который ранее был человеком. Речь про Альт Каннингем. Она стала искином, и она знает путь за черный заслон. Вудуисты, зная это, предпринимают ряд невероятно абсурдных действий, которые держатся исключительно на предположениях и загадываниях. Во-первых, это они захотели достать биочип с Джонни Сильверхендом, надеясь, что его энграмма поможет привлечь внимание Альт. То есть, это первое предположение. Они почему-то думают, что его бывшая, которая уже как 50 лет гуляет по сети в виде эскина, почему-то не забьет на появившуюся симуляцию Сильверхенда. Будь я на ее месте, мне было бы насрать. Почему это должно привлечь мое внимание? Ну и во-вторых, вудуистам в целом нечего предложить Альт. Она всесильная и чувствует себя отлично. Ну привлекли бы вудуисты ее внимание. После просьбы помочь им открыть самую великую тайну мира киберпанка, я бы их нахрен послал. Чего они такого могут мне дать за столь невероятную информацию? И я еще умолчал про множество других действий, ведь вудуисты от самого начала и до середины игры реализовывали свой план. И я в целом просто хотел сказать, что хоть план и сработал, он все равно выглядит абсурдно, ведь весь их гигантский план держится на соплях. Они ни в чем не могли быть уверены, хотя рисковали очень сильно. Седьмая сюжетная непонятка. План Такэмуры. По части глупых планов еще можно вспомнить план Такэмуры. С момента нашего с ним знакомства мы начинаем сотрудничать, потому что нам обоим выгодно найти некоторых людей. Хельмана выгодно найти и нам, потому что он что-то знает про биочип, который убивает Ви. А также хорошо знает Йоринобу и Сабура. Такэмуре просто нужны доказательства того, что Йоринобу убил Сабура. И Хельман может что-то знает. То же касается Эвелин Паркер, которая для Ви может помочь с биочипом, а для Такэмуры может выступать ценным информатором. И вот по части Ви я понимаю, зачем он ищет людей. Он цепляется за каждую возможность касаемо своего исцеления. Но Такэмуре зачем все эти люди? Ведь доказать убийство Сабура очень просто. Йоринобу по тупости сказал, что Сабура отравили. Но Ви своими глазами видел, как тот ударил и задушил Сабура. Такэмуре нужно всего лишь на заседании заявить эти неоспоримые факты, достоверность которых, особенно в мире киберпанка, проверить проще некуда. Такэмура, зная все подробности убийства Сабура, которые легко доказуемы, он мог вообще никого дополнительно не искать, из-за чего треть сюжета пришлось бы выкинуть в помойку. Восьмая сюжетная дыра. Смерть Ви. Уникальная ситуация Ви заключается в том, что из опатовой ситуации ему пришлось воткнуть себе в башку биочип с энграммой Джонни Сильверхэнда. Чип этот нужен для того, чтобы переносить сознание человека из одного тела в другое. Процесс может быть осуществлен только в том случае, если тело уже пустое. Ну, в смысле нейронейтральное, без сознания. Запомнили. А теперь смотрим, что произошло уже после того, как Чип оказался в башке Ви. Я все-таки выбираю тихую, спокойную жизнь. Все тебе безна. Без лучей славы. Все. Ви умер. Должен был умереть. Но Чип его спас. Чип, благодаря нанитам, начал восстанавливать нейронные связи в мозгу Ви, тем самым записывая на тело другую личность, то есть Джонни Сильверхэнда. Это произошло из-за того, что Ви как бы умер, и поэтому его тело стало пустое. Но я не понимаю, где связь между восстановлением нейронных связей и банальной дыркой в башке? Ви прострелили голову. Значит, он мертв. Все. Вот если бы его положили в больницу, где его мозг и кусочки черепа собирали бы заново, и уже потом за восстановление нейронных связей в собранном мозгу взялся бы Чип, тогда было бы понятно. Но здесь ситуация другая. Ви выкинули на помойку с дыркой в башке. Как особые контакты между нервными клетками, обеспечивающими передачу информации в нашем мозге, могут оживить сам расплюснувшийся мозг? Это же физическое ранение, которое приводит к окончательной смерти. Дальше больше. Нам говорят, что Ви умрет, если Чип достать из его башки. А что тогда произойдет? Оживленный мозг резко рипнется? Или наниты в Чипе привязаны конкретно к Чипу и перестанут поддерживать нейронные связи? Или дырка в мозгу снова появится? Короче, я не знаю конкретного объяснения всей ситуации. Но одно точно можно понять. Этот Чип – не волшебная палочка, которая заживляет мозг и череп после выстрела в упор. В игре все концовки, касающиеся штурма Арасаки, имеют одну неизменную вещь. Нам всегда помогает Альт. Она записывает на щепку программу для обхода защитного льда и подключения к Микоши. Ну, то есть, дает нам возможность вовсе подключиться. Без помощи Альт в Микоши мы ее не запустим. А следовательно, не сможем разделить сознание Ви и Джонни для достижения концовки. Ну и вот. В игре есть секретная концовка. Когда Ви и Джонни решают ни к кому не обращаться. Ни к Бести, ни к Банди Панам. Мы тупо кладем на всех хер и идем в соло штурмовать Арасаку. Проблема концовки в том, что мы не идем записывать программу на щепку. Этой сцены просто нет. Возможно, она происходит где-то за кадром, но... Блин, тогда это просто сюжетная дырень получается. Но, допустим. Мы можем все это предположить. Есть другая концовка, которая уже вызывает много вопросов. Если мы сдружились с Панам и Альдекальда, то они, ради одного лишь Ви, будут готовы пойти штурмом на Арасаку. Вся огромная операция, в которой погибнут многие члены банды, крутится вокруг мотивации спасти одного человека. То есть Ви. Как по мне, все это крайне нелогично. Это как в Войне Бесконечности, где Капитан Америка выдает, мы не торгуем жизнями. И поэтому ради спасения одного готовы пожертвовать целой армией. Так и здесь. Мы спасем Ви, потому что жизнь каждого в банде нам важна. Спасем Ви все вместе. Несмотря на то, что угробим большую часть банды. Десятая сюжетная дыра. Противоречие концовок. Главная концовка DLC, про которую я говорил вам в начале, очень серьезно противоречит концовкам в основной компании. Дело в том, что у Ви крайне патовая ситуация. Ни одна из концовок не дает Ви возможности выжить. Ему нужно либо уйти в киберпространство, либо отдать свое тело Джонни, либо остаться в своем теле. Пойти на операцию, но все равно в итоге получить диагноз смерть через полгода. Все эти ситуации примерно из-за одной причины. Тело можно отдать Джонни, потому что биочип уже серьезно повлиял на ДНК Ви. И теперь его тело воспринимает его сознание как чужое. Поэтому пока Ви занимает свое тело, оно само атакует его нейронные связи. Поэтому если тело отдать Джонни, то тело продолжит жить, потому что ДНК тела уже переписано под сознание Джонни. А если лечь под операцию Арасаки, где у нас будет диагноз смерть через полгода, то принцип тот же. Ви хоть и вылечится, но не полностью, потому что ДНК уже изменено. Тело за полгода просто убьет нейронные связи Ви. И поэтому ему кирдык. А теперь вспоминаем концовку из DLC. Там фигурирует какая-то уникальная технология. Нейроматрица с эскином, который может вылечить героя и удалить чип без последствий. Разве что я не понимаю, почему эта нейроматрица одноразовая. В основной концовке та же Альт, которая является эскином, почему-то не является одноразовым ИИ. Но это ладно. Нейроматрица помогает удалить чип, а крутые ученые НСШ полностью восстанавливают нейронные связи Ви, говоря, что он теперь будет жить. Но... А где связь между нейронными связями и ДНК? Это вообще-то разные вещи. Давайте я напомню слова Альт из основной концовки. Я не приняла во внимание только один аспект. Альт, какой? При таких операциях тело – ключевой фактор. Чип реконфигурировал ДНК слишком долго. Агрессивные препараты осложнили процесс. И иммунная система начала атаковать нейрону. Давай сразу к делу. Ты умрешь вскоре после того, как я скопирую конструкцию в твое тело. Этого уже ничто не изменит. То есть, еще раз, ДНК тела Ви изменено. Тело будет атаковать нейроны до тех пор, пока Ви остается в своем теле. До тех пор, пока тело не займет Джонни, под которого ДНК и было переписано. Смысл в концовке дополнения, где нейроны Ви пересобрали. Да вы хоть тысячу раз пересоберите его нейронные связи. Они могут быть хоть тысячу раз повреждены. ДНК реконструировано. И поэтому нейронные связи все равно будут атакованы. В любом случае. Тело все равно будет отвергать сознание Ви. Оно начало это делать сразу, как появился Джонни. Поэтому все. Кирдык. Разрабы очень хотели добавить в игру хотя бы одну концовку, которая подразумевает полное исцеление Ви. Но при этом они добавили в основной сюжет слишком много факторов, которые означают неизбежную смерть Ви. Печально. В любом случае, какие бы концовки ни были, для меня все они прекрасны и интересны. Как и сам сюжет Киберпанка. Поистине одна из лучших современных игр с одним из самых приятных сюжетов. Ну а вы, друзья, не забудьте про лайки и... До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»